Доченька, что случилось? О чём вы говорили? Сестра? Что происходит, всё нормально? Слушай, с ней что-то случилось. Дитя моё, что случилось, о чём вы говорили? Вы хоть, ты хочешь меня убить от волнения, что ли, говори? О чём вы говорили, ради бога? Клюнь, даже когда я смотрела эпизод, где ждали сайт ДНК-теста, я так сильно не волновался, как сейчас. Говори же, что случилось, дитя моё? Мам, ты не забывай, это сериал, а это реальная жизнь. Ты посмотри, в каком он состоянии. Сестра, можешь наконец сказать, а то мы очень сильно переживаем, правда? Интересно, что я сказал, мерзать тебе. У меня будет свадьба. Что? Мерзать сделал мне предложение руки и сердца, на что я согласилась. Сестра, ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Да, дорогая? У нас будет свадьба, смерзает. Послушай, я! Денис, успокойся. Я знала. Этот человек пришёлся ради себя. Я никак не могла думать, что всё будет так быстро. Я тоже удивилась. Я понравилась с госпожей Садет, и она захотела, чтобы мы поженились. Мама? Всё нормально? Ну, я тоже не ожидал такого, но... Боже, 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 боже. Я не могу поверить, что у нас будет свадьба. Нам повезло, нашей семье повезло. У нас будет свадьба. Боже мой. Боже, клянусь, когда я гадал, этот день вышел, этот день вышел там. Мама, успокойся. Ой, слава Всевышнему. Ой, наконец-то смогу увидеть, как моя дочь выйдет замуж. Но когда они придут просить тебя, нам нужно подготовиться. Когда это будет, а скажи? Ну, просить не будут. Свадор будет сегодня. Что? Сегодня? Разве может такое бы, что значит сегодня, а? Будут просить, будет помолвка, будет хна, приданая и так далее, покупки. Посмотри, что делает великий мерзатый Шоглу. Будто спасает из пожара тебя. Послушай, если всё будет так, скажи, я не буду жениться. Мама не разрешает. Мама, я давно принял его предложение. И ничего этого мне не нужно. Как это приняло предложение? Нас уж госпожа Садетт хочет этого, да пускай делает всё, как полагается. Сестра. Тебе не кажется, что это слишком скоро всё? Я понимаю, но я хочу, чтобы ты поскорее выздоровела. Дело в этом. А это что значит? Миша сказал, что я стану его женой. То он оплатит операцию. Серьёзно, что ли? Как только у нас будет свадьба, у тебя сразу будет операция. Ты выздоровеешь, и твои мучения многолетние закончатся. Сестра, я очень не рада. Но ты что, только из-за этого согласилась стать его женой? Нет, Денис. Ты знаешь, что с самого детства я люблю мерзу. Это моя большая мечта стать его женой. Но просто, чтобы ты была здорова, я согласилась на такую скорость. Помолвки, прошения приданы. Меня всё это не волнует. Сестра, мам, ты услышала? Со мной всё будет нормально. Я не могу в это поверить. Я выздоровлю. Слава Всевышнему! Наконец-то наша жизнь начала налаживаться. Послушай меня. Ты сначала поженись, а я знаю, как сделать помолвку. Всё должно быть по правилам. Я и так выплачу ему деньги за операцию. Не хочу быть должным кому-либо. Дочь, не глупи, тупости не неси. Мерзая ведь не никто, он твоим мужем станет. Его деньги твои деньги. Да. Добрый день, госпожа Лейла. Я сестерка господина Мерзы. Но хотелось бы я спросил у вас, во сколько вы можете прийти в ЗАГС? Не знаю, во сколько мне прийти? Например, через час вы сможете? Мы заказали для вас прекрасное платье. Господин Мерзая занимается всей подготовкой. Благодарю вас, до встречи. Что случилось, что сказали? Меня зовут в ЗАГС Чанкаэй. Вам не нужно идти, я спешусь и приду. У нас такое может быть. Ты не без семьи. Боже мой. Я, конечно, тоже пойду, я ведь не брошу свою дочь в день свадьбы. Вы меня не оставляете только здесь. У моей сестри будет свадьба, она должна быть рядом. К тому же я не знаю, что мне дали, но я не испытываю никакие боли. Со мной все нормально. Хорошо, хорошо, тогда вставай и готовься. А я твоему жениху-то парочку слов все-таки скажу. Мам, только, пожалуйста, ничего плохого не говори. Я не заинтересован у всех в тех церемониях. У меня свадьба с любимым человеком. Мне этого достаточно. Молчи, не лезь в это дело, я знаю, что говорить. Иди, позови мне сестру. Ладно. Господи, Мирзо, не надо так, пожалуйста. Вы не знаете этого человека, как вы можете пожениться в этот день? Я 10 лет работаю с вами. Никогда не видел, чтобы вы так молниеносно принимали решения. Пускай стыдятся те, кто меня довели до этого. Если вы хотите отомстить господи Садет, подумайте дважды. Она из хороших побуждений хотела вашего брака. Если она видит, что вы играете, она очень сильно расстроится. Эту игру начал не я, а моя бабушка. Я считаю, что она хотела. Мой отец. Когда мой отец оставил мне эту компанию, мне было 17. Пока мои друзья путешествовали по миру, я занимался компанией, которую мой отец стоял на полпути. Я ночами и днями работал. Эта компания для меня не только источник денег, ты это прекрасно знаешь. Я всего добился сам. Вложил душу, эта компания для меня все. Моя бабушка угрожала мне моей компанией, моей душой. Что последствия ей пожмешь? Ну, оказывается, это будет госпожа Лейла. Мы это все наверстаем. У нее будет прекрасная богатая жизнь, которой не было никогда. Она станет моей женой. Женой мерзиа до жутлом. Я не кошмар для нее. А наоборот, скорее рай. Ты можешь идти. Заходи. Я принесла документы, которые вы просили, господин. Отлично. Вы говорили с Лейлой? Говорила. Она скоро будет в ЗАГСе. Скажите, пускай мне подготовят машину. Немедленно поеду. Хорошо. Госпожа Чидием, если позвонит бабушка, ничего и не говорите. Я сам все скажу. Я позже подробно и все объясню. Как вам будет угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!